Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа Вести Карачаева-Чергесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. А каким критериям проводится отбор на ту или иную управленческую должность? Дипломированный психолог Анна Коломинс рассказала нам о нюансах отбора в кадровый резерв нашей республики. Сельская школа – это большая семья, где обучение проходит в особой уютной атмосфере. О жизни и о работе одной из таких школ мы расскажем в нашем выпуске. В селе Светлое Прикубанского района прошла торжественная церемония открытия спортивного зала после масштабного капитального ремонта. Глава республики Рашид Тимрезов встретился с победителями проекта «Кадровый резерв Карачаева-Черкесии». Встреча проходила в два дня. Рашид Тимрезов отметил, что каждый из них пришел с багажом знаний и профессиональных компетенций, которые протестировались и оценивались экспертами по сложной шкале оценок. Во второй день представили свои работы четыре лауреата Мухаммад Аджиев, автор проекта по вовлечению активных граждан республики в проектную деятельность. Аслан Канаматов показал свою программу по раздельному сбору мусора. Юлия Копалкина защищала проект поддержки творческих учителей. А Руслан Эдиев планирует развивать в регионе движение КВН. В первый день встречи главе Рашиду Тимрезову презентовали свои работы Назарова-Лилия – цифровую трансформацию систем госуправления. Валерий Медовый в проект в сфере развития физкультуры и спорта. Грибкин Андрей – внедрение единой заявки на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде. Инаврус Байрамкулов озвучил свои предложения по стимулированию инвестиционной деятельности в республике. Рашид Тимрезов поздравил победителей и выразил уверенность, что их энергия и знания будут очень востребованы на новых рабочих местах. Дипломированный психолог, член Ассоциации развития психотерапии, психоанализа и Ассоциации коучей ICM Анна Коломиз принимала участие в проекте главы Карачаева Черкесии «Кадровый резерв» в качестве эксперта. Она проводила персональную психодиагностику в форме интервью с финалистами конкурса. О том, по каким критериям проводится отбор на ту или иную управленческую должность, расскажет нас корреспондент Алихан Лепшоков. Вы как психолог, как оцениваете подготовленность участников к финалу проекта? Все организовано на высшем уровне. Касательно участников, участники просто прекрасны, с огромным потенциалом. Я даже не знаю, как жюри сделать выбор, если честно, потому что действительно очень мощный потенциал участников. Расскажите, по каким критериям ввелся отбор в финал? Я обращала внимание на четыре критерия. Во-первых, это лидерские качества. Во-вторых, это способность принимать решения. В-третьих, это настойчивость и способность нести ответственность. Какие у вас впечатления от республики и от проекта в целом? Ну, я в Карачаево-Черкесской республике не первый раз уже. И это всегда очень гостеприимный прием, очень теплый прием. Всегда организованы все проекты и образовательные мероприятия на высшем уровне. Поэтому, безусловно, я очень довольна и проектом, и республика, очень рада сюда приезжать. Делегация из нашей республики во главе с министром культуры Зурабом Агербовым с целью обмена и опытом посетила визит центр Кисловодского национального парка. Экспозиция интерактивного музея располагается в историческом здании Нарзанной галереи и включает в себя более 30 инсталляций, позволяющих прикоснуться к живой и неживой природе. Гости смогли прослушать и посмотреть, и ощутить различные ароматы, примерили очки виртуальной реальности, посетили панорамный зал времена года. Самый большой интерактивный музей на юге страны ежегодно принимает тысячи посетителей. Особенно его любят дети. Для нас, конечно, очень важно перенимать опыт коллег. Нам в Карачао-Черкесии предстоит еще очень много новых объектов запускать. И опыт Кисловодского, опыт создания визит-центра здесь очень полезен для нас. Мы следим за развитием передовых музеев в России, самые новые технологии будем перенимать. Но, конечно, здесь важен человеческий контакт. И мы надеемся, что сегодняшний визит, сегодняшняя выставка для нас в какой-то степени откроет двери для наших художников, чтобы здесь, в Нарзанной галерее, в этой чудесной зоне, наше искусство было представлено как можно чаще. В стенах Карачаева-Черкесского государственного университета открылась выставка заслуженного деятеля искусств Кубани, члена Союза художников России Петра Шевчишина с символичным названием «Карачай в моем сердце». На полотнах изображены прекрасные пейзажи Дамбая, Тиберды, Архыза, Махара и других живописных уголков Карачая. На выставке побывал наш корреспондент Аслан Гирюгов. Персональные выставки именитых художников давно стали традиционными в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Как и всегда, они проходят на базе Института культуры и искусств. Весь третий этаж украшен картинами Петра Шевчишина, который любит в своих произведениях описывать красоты нашей страны. Сегодняшнюю выставку он назвал «Карачай в моем сердце». Рассматривая картины автора, можно узнать родные края нашей прекрасной республики. Гуляя здесь, рассматривая его работы, получаешь некий заряд и бодрости, в то же время отдыхаешь душой. Это очень приятно. И редкое качество, что здесь не получается такого напряжения. Он с любовью к природе, и эта любовь сочится буквально с каждого полотна. Судентам Института культуры и искусств данные выставки помогают в работах. Во время создания своих произведений они опираются на опыт других мастеров. Каждый находит для себя что-то новое, что в будущем, несомненно, положительно тратится на их картинах. Моя, выпуская, квалификационная работа – это Эльбрус. То есть это тесно связано непосредственно с моей дипломной. И мне очень нравится его манера письма. И смотря на эту картину, я что-то возьму и принесу свою работу. Нам очень цены такие работы, которые висят здесь, чтобы брать пример с них, полагаться на них и так далее. Для меня это непокоримый предел сейчас. Я не смогу в нынешний момент достигнуть этого уровня. Но он использует реализм в большинстве своем. То есть многие художники могут рисовать, чтобы человек не смог увидеть мазков. А есть художники, которые исключительно мазками работают. То есть подойдя к картине, мы не сможем увидеть полную картину. А мы сможем увидеть полную картину, только отойдя от нее. А там художники используют реализм. Выставка картин Петра Шевчишина продлится до конца месяца. Любой желающий сможет постить ее и познакомиться с работами автора, который вдохновляется красотами нашей республики. Аслан Гирюгов, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Весна вступила в свои законные права. И какую погоду обещают синоптики, мы узнаем прямо сейчас. Итак, мы продолжаем свои вести. Всего 114 учеников для среднестатистических школ. Эта цифра покажется небольшой. Но для маленького шахтерского поселка Малокурган и каждый ученик как член большой дружной школьной семьи, где все друг друга знают по именам. Фатима Даурова об особой атмосфере сельских школ. Сельская школа – это не просто поход за знаниями. Это большая семья, где учителя становятся почти родителями, а дети стремятся в классы не только за оценками, но и за мудрыми советами наставников. Главное богатство школы – педагоги, которые дают качественное образование, обеспечивают поступление в вузы, при этом не забывая, в первую очередь, учить быть людьми. Школа наша маленькая, и нам, наверное, помимо тех минусов, что в маленькой школе сложно работать, у нас есть свои плюсы. В том плане, что каждый ребенок находится в поле зрения, и получается, как бы они не только образование получают, как в средней школе, они получают теплое домашнее образование, потому что вы, наверное, заметили, что школа маленькая, уютная, и каждый ребенок впитывает все, что мы даем по направлению и патриотизм, и гражданственность, и просто человечность. «Звезда памяти» – так называется школьная постановка, посвященная героям Великой Отечественной войны. Каждый маленький актер, чтец, сценарист готовился к ней усердно, оттачивая грани своих ролей. Может, поэтому проникновение звучат слова о войне из детских уст, а маленький актовый зал школы наполняется особой душевной атмосферой. «Я остался навеки от дома вдали, я с войны не вернулся, простите. Если выпадет, видит, летят журавли, не скорбя журавлей проводите. Может, я буду в стае той белой лететь, в небесах точкой светлую дать. Не моя в том вина, что вам след мне смотреть, что оставил я горькую память». Проблемы сельских школ всего лишь отражают бедствие маленьких аулов и сел, когда молодое поколение стремится в города за высокими зарплатами, а детей в школах становится меньше. Тем не менее, сельские учителя не сдаются, выполняя свой долг, сохраняя атмосферу домашнего уюта. «Интернациональная школа, можно так назвать. У нас есть черкесы, карачаевцы, абазины, русские, так же, как и педагогический коллектив интернациональный, но никто никогда об этом не задумывается. Мы живем одной, такой дружной и уютной семьей. 114 для вот такого маленького поселка, шахтерского поселка, это немалое количество детей, так как шахтеры уже, к сожалению, их не осталось. И вот в такой отдаленный поселок не каждая молодая семья захочет уехать жить. И мы рады тому, что на данный момент у нас есть вот такое количество детей. Мы очень этому рады». С маленького спортзала начинается путь больших чемпионов. В селе Светлое Прикубанского района прошла торжественная церемония открытия спортивного зала после масштабного капитального ремонта в рамках празднования Дня защитника Отечества. Важно отметить, что капремонт проведен в рамках национального проекта образования. Подробнее о мероприятии расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня особый праздник для жителей села Светлое. А теперь они смогут заниматься спортом и вести активный здоровый образ жизни в совершенно новом отремонтированном спортзале. Открывая торжественное мероприятие, министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесия Рашид Узденов поприветствовал всех и подчеркнул, что в таких спортивных залах воспитывается здоровое поколение и будут проводиться крупные районные соревнования. Очень хороший современный спортзал, где могут заниматься ребята различными делами спорта. Это очень важно для жизни села, не только села, а для жизни нашего района Прикуманского. Спортсмены, в частности Тайквондо, показали высокое мастерство. Спортсмены, тренер Исхак Гачаев, он неоднократно, его команда побеждала на различном уровне мероприятиях, не только республиканских, но и всероссийских, и всемирных. Большое спасибо ему за это. В ходе мероприятия дети читали стихи и радовали всех собравшихся своими музыкальными номерами. Глава администрации Прикуманского района Мухаммад Амин Чумаев отметил, что в рамках национального проекта образования отремонтированный спортзал оснащен необходимым спортивным оборудованием. Здесь пандемия и открытие, и сам праздник мы не устраиваем. Педагогический коллектив, директор школы, да, и жители, родители попросили хотя бы вот на 23-й небольшой праздник для родителей, для состава учителей. Сегодня вот такое вот небольшое, но праздничное мероприятие в честь 23-го года. Заодно и чтобы уже посмотрели, какой зал был и какой зал стоит. В ходе мероприятия школа Тхэквондо «Села Светлое» продемонстрировали свое мастерство в показательных выступлениях. В новом отремонтированном здании теперь смогут дети заниматься в различных кружках. Мы долго ждали открытия нашего спортзала, где в скором времени мы будем проводить свой активный досуг, отмечают дети. Мы с радостью теперь будем там играть. Будут у нас новые чемпионы. Также обрадовались, что к нам приехали гости. Теперь мы в новом спортзале будем в дальнейшем заниматься. Постараемся завоевать много призовых мест. Комфортные условия позволяют развиваться спортсменам и расти над собой. Возможно, в скором времени из этого спортзала выйдут множество чемпионов. Аль-Халеб Шоков Рашид Токов, Медина Джан Кезова, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!